привет дорогая у меня снова да у меня два телефона интернет у меня просто утром малышок приходит и чтобы он не плакал даю ему погрызть я забыла о том что он его и смоктал я поставлю зарядку поняла что это бесполезно убежала теперь на балкон за другой зарядкой в общем вот так вода не подумала не подготовилась это не просто фантастика это так это да это то что телефон и зарядки это вообще норма ой слушай да у меня же прям вот был такой момент когда телефон у меня не выдерживала я должна была быть на связи мне мои ребятки с чата собирали крестинки сбрасывали снова телефон это было их инициатива что я была на связи потому что я ничего не могла поделать с этим у меня выбивала аппаратура ломались вот берем блендер муж и он работает беру в руки я он не работает и эта фишка короче в росте психического тела астрального то есть психическое тело вспоминаем есть физическое тело первая чакра вторая эфирная из фатхистана а третье это астральное тело когда проработка третьей чакры солнечного сплетения да это психические наши эмоции умение принимать других и вот когда на такой большой объемные мы начинаем немножечко нервничать торопиться не можем как-то себя сдерживать у нас прорыв энергии бывает такое у меня даже на моей практике с клиентка вырубила весь этаж и и просто вот мы сидели да у меня я заряжала телефон начале просто включился телефон потом мы поставили вот улечка с краснодара и раз вылетел весь этаж это был невероятно да с энергетикой так она рассказала рассказывать делись давай нам всем интересно как то на своем не ездить на автономии поживаешь да все замечательно все все классно тут ко мне приезжали ребята из другого города из краснодара но они приезжали порисовать по нейрографике и мы с ними проработали нейрографику с психоанализом вот но тоже вот они в геленджике были на вот автономном доме как раз с настей тоже рассказывали но здорово им тоже все понравилось у них первые были такие продолжительные сухие которых раньше до этого не было то есть все таки это конечно когда ты не не один особенно когда ты в команде приезжаешь специально туда это конечно очень здорово мотивирует поработали с ними даже поле энергетическое поле то есть это влияет да конечно мы сейчас и говорим как раз ты о чем говорила вот но приехали потом мне через несколько деньков отписались говорят что здорово конечно отзывы классные но и мне конечно очень приятно что я чем-то смогла помочь разобраться в себе и вот но мотивирует конечно мотивирует когда люди приходила когда не могут там некоторые прям приезжают у меня на следующей неделе тоже ребята хотят приехать они вообще хотят с севера приехать не насколько они как мы хотим в живую посмотреть вот ну конечно это здорово это приятно и вот если получится то возможно в четверг я поеду сама съезжу в краснодар но мне там нужно будет по делам съездить вот и если будет ну меня пригласили ребята тоже приезжай к нам поболтаем там как раз вот если не может быть кто-то слышал из ребят сейчас вот многие у вовы у них такая пред практика ретрита вовиного может быть а вове тоже слышали он нас я не все ролики если честно у него смотрела я знаю что он был на сухих днях 40 дней он был максимально без сна и он пробудился не знаю как насчет просветлился или нет как бы это немножечко разные вещи в этом разбирается это как бы пробуждение ты перед тем как ты пробудишься но возможно ты не пробудишься потому что такое состояние что оно как мерцание кто-то за него сразу же схватывается кто-то как бы остерегается но это на самом деле другие краски и работе просто не не готовы жизни да то есть и даже вот этот вот легкий подход к автономии либо до сложности какие-то это все же наработки прошлых жизней в первую очередь здесь ни в коем случае нельзя говорить что-то легкий труд это неимоверный глубокий труд труд где работаешь над собой не просто вечером там или не ем а во всех фронтах работаешь с осознанностью работаешь со своими установками с психикой с телом своим да нужно проработать все свои дыры это очень важно вот и да получается у людей с прошлой жизни есть определенные наработки вот они всплывают поэтому кто-то прозревает а кто-то нет в этом вся история а я решила на этой неделе на страстной тоже выйти у меня сегодня третий день вот у меня интересно всего лишь 200 грамм падает в сутки но я пообщалась с ольгой собой держусь не связь вот она говорит что это много для того чтобы остаться при своем весе можно выходить на у нее такой опыт что можно выходить на более меньшем весе но не знаю я посмотрю мне очень комфортно сейчас себя ощущаю то есть получается за трое суток минус 600 грамм и есть не хочется и состояние такое иногда бывает тяжесть в животе но тяжесть знаешь как будто бы именно спас как будто знаешь так медленно начинает стягивать живот медленно начинает стягивать вот как-то в интернет нормально да 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 у меня шарится потихонечку заходит то можно лимончик можно это можно порисовать это пытаюсь отмигиваться сегодня без наушников решила поэтому ну классно я да интернет классно нормально здорово единственная себя не вижу у меня тут эти люди которые подключившиеся бегут но не самое главное тебя смотреть я твой голову тебя смотрю с тобой общаюсь тоже самое главное глаза глаза я вообще получается что себя ощущаю знаешь вот почувствовал такой спас как будто бы что-то животе не хватает как будто вы начинает спазм расти появляется желание есть и оделась тепло мне стало легче но потом я поняла что здесь нужно что более глубоко я залезла фан я залезла в ванну хочу и поняла что здесь спазм не только живота а у меня расслабились и почки то есть это так мягко произошло тело начало возвращаться стрессовать да и я просто распарилась я вышла опять снова человеком не есть ничего не хотелось классно и вот это дыхание длинное спокойно где как будто бы ты без дыхания то есть у меня воздух заходит но он дальше не проходит как будто бы здесь я это переняла от состояния щитовидки когда бывает у души щитовидки то здесь как будто бы воздух руется и вот получается какое-то глубокое дыхание внутри длинная и вот у меня живот сам по себе он долго вдыхает долго выдыхает вот нос он может просто дышать наслаждаться этим свежестью воздуха но вот у меня таким образом это происходит но посмотрим что дальше будет не знаю я я не ставлю перед собой цели никакие то есть для меня ну как ни цели в плане выйти на автономию для меня основное это состояние внутреннее спокойствие и первую очередь не падание веса то есть у меня сейчас скажем метр 68 я была буквально до последнего как не вытянула позвоночник сейчас у меня метр семьдесят вернулась как молодости у меня стали ровные позвонки прикинь я выросла за год на два сантиметра и весом не сейчас сорок восемь двести то есть это край такой веса но у меня фигура стандартная то есть как бы ну одинаковая 40 там восемьдесят восемь восемьдесят девять грудь и попа такая же талия на ауту мне сейчас шестьсот четыре было стало шесть один то есть как бы вот запасы которые были сузилась но я сегодня была сейчас опоздала потому что была на работе индивидуальную практику она у меня идет очень сильно то есть я просто не просто работаю физику упражнения даю я потом 20 минут даю прожимание кулаками точки шиацу и девочка сегодня охала и ахала ты сегодня год прям огонь я говорю да я сегодня я сегодня она стала такая прям более она у меня у нас специфический клуб нацелен на здоровье на женский именно клуб и женщина сегодня была со вставной коленкой у меня то есть там специфика упражнений работа с тазом то есть мы разбираем исток разбираем психосоматику почему откуда и она ушла из китайского салона где там вот проминают буддисты всякие там и так далее да и говорит здесь нравится совмещать все в одном занятии растяжкой и работой всего я от этого честно говоря кайфую то есть я именно поехала я приехала пробегала него весов стала мне такая зависимость есть и плюс 300 грамм то есть я поработала физически да это о чем вот откуда берется вес я промчалась на сегвей сквей скорость скорость я утром в дождь со снегом гуляла с кайфу шестью такой прям в парке одна так блин благодатно ну просто огонь и вот от каждой прогулки плюс 100 плюс 200 плюс 300 то есть я новости ну здорово да у меня я хочу сказать по новостям что за эту неделю ну во первых очень очень удивительно у меня вчера у меня были накрашены ногти как он лак шелак я не знаю как он правильно называется вот но у меня последнее время что тут прям мне захотелось прайс но у меня вчера он просто просто отпал у меня абсолютно ровные непошорканные ногти свои вот они вот без всего сейчас я их просто единственное что подстригла под корень и они мне просто я вчера лежу и они мне просто вот один я вот беру они меня вот так вот просто легко легко и просто отпал видимо вот пластина что-то начала выделять вот лак у меня сам автоматически сошел то что из физики то что из физики еще что еще у меня наверное несколько дней назад но наверное дня вот ребята приезжали я им то что если честно я в днях запуталась когда сон немножко проходит то есть то в днях путаешься вот несколько дней назад так скажем у меня сам отвалился сон и это очень такое чувство как бы его назвать то назовем его просто новое но немножечко вот в таком в подвешенном состоянии то есть объясню почему когда мы искусственно убираем сон то есть мы например думаем что вот сегодня мы два часа поспим там кто-то двадцать минут кто-то четыре часа неважно и мы как бы знаем что мы будем делать в это время и тоже привыкаем к этому а тут появилось такое состояние его несколько дней нет вообще то есть он ушел вот полностью от слова совсем и получается так что когда ты предполагал что вот ты не будешь спать и что-то себе планировал то ты вот это как бы планом и ты немножечко как бы еще вот из этой жизни как бы цепляешься за этот план а тут по ним получается что он отошел и у тебя освободилось еще время и она освободилась а ты все равно привык там где-то два часа поспать где-то еще и это видимо даже не столько привычка поспать сколько какой-то своеобразный такой остатки вот этого страха то есть на автономии страх он проходит он его очень он у меня например был очень такой жесткий комок который вот я прорабатывала а потом он отвалился и здесь падом сна я не знаю насколько он отвалится если честно может быть я посплю может быть не посплю но тем не менее вот он отвалился полностью и есть такое в голове вот ловила себя на мысли что меня возвращает мое тело в ум и как бы немножечко дает мне страха что а как ты сейчас вообще без сна я вот лежу и тут на днях я приехала домой очень поздно часов двенадцать и я ехала домой и еду в машине думаю скорее бы домой спать хочу не могу прям неимоверно рубит я приехала домой ложусь и вот как только легла вот вроде вот вообще только легла на этом боку неудобно на этом боку неудобно повошкалась повошкалась минут двадцать и поняла что через 20 минут я все у меня сон он ушел куда-то мне не удалось ни подремать ничего я понимаю что я уже вот не усну я просто встала и пошла я вот в эти моменты вот это уже было когда вот такое случилось это уже были третьи сутки я понимаю что третьи сутки вот он вот есть вот это дикое желание как только я его собираюсь реализовать это желание то оно сразу же ну в течение минут оно пропадает это тоже такое новое какое-то ощущение себя потому что вроде как физическое тело хочет но то ли физическое тело уже отстает немножечко от психики на сегодняшний день либо как это еще видимо я до конца это не прожила и как оно будет посмотрим но вот на сегодняшний день вот да вот он просто взял вот отвалился разом и такое необычное состояние было и еще хочу сказать мне вот звонили ребята женщины мне звонили из разных из разных городов из разных стран и одна женщина вот я хочу выйти на автономию никак не могу и я спрашиваю как бы а на автономию выйти чтобы что то есть чтобы просто сам факт автономии и вот она так размышляла размышляла она говорит давайте я вам перезвоню я сейчас подумаю я никогда не отвечала на этот вопрос вот то есть я понимаю что люди выходя на автономию даже не понимают для чего им это и когда она мне перезвонила она говорит вы знаете вы мне задали такой вопрос на который я до сих пор не могу ответить и я понимаю что люди себя из одного шаблона еды и дают в другой шаблон не еды а а на самом деле это равноценно абсолютно когда ты не понимаешь именно вот вот этот вот перепад из шаблона в шаблон он абсолютно равноценный он не нужен поэтому когда мне говорят вот я не могу выйти я говорю ну может быть это не нужно сейчас или может быть это не для вас они говорят ну как мы же все автономны мы же все рождены автономами я говорю да я говорю ну мы все рождены с двумя ногами ну практически все да давайте вот просто больше и практически все мы можем бегать но это не значит что мы будем бегунами все точно так же как и автономия то есть каждому она нужна для чего-то она не нужна вот так вот просто чтобы вот чтобы было вот с одного на другое как бы нет это не получится это вот абсолютно не нужно и вот когда люди не понимают для чего им это но очень стремятся они как мне кажется они просто на сегодняшний день подсаживают еще на один крючок свое тело что им в дальнейшем сыграет не факт что хорошую службу принесет им это я согласна это как с сыроедением помнишь кто-то говорит что сыроедение это прекрасно а кто-то говорит что сыроедение это просто отстой я говорю да либо вы так хотите потому что знаете что это классно но вы не понимаете для чего и здесь тоже может быть а извините не есть это совсем да это не просто заменить там витамины на другие витамины Это, ну, прям сразу урон по минимуму, как гормональная система, это минимум, не считая, да, всего остального в физике. Но у меня со сном, ты заговорила, у меня всё идеально со сном, я легко не сплю, я себя укладываю свет спать. Мы с тобой такие прям в ополюсе, я прям кайфую. Я себя всегда укладываю спать, мне вот, я говорю иногда, стукайте мне по голове, чтобы я уснула. То есть мне сложно, допустим, отказаться от чего-то, чтобы не побояться, да, уйти в глубину практики. То есть я в плане еды, сейчас у меня это вода, так вот, активированная вода, и чуть-чуть для вкуса, чуть-чуть, то есть у меня с палец, ну, с два пальца на стакане кокосовой воды, и всё остальное активирована вода. То есть считаю, что я практически на воду, поэтому мне легко так вышлась на сухой. Совсем другие ощущения вообще, никаких ломок, ничего вообще нету, кайфуша. Но вот у меня со сном так. Настя, когда общались с чатой, Настя говорит, не спите, Крис не спит. Я знаю, что у кукли на Маринке так же. Я, говорит, Крис не сплю, я говорю, хайфово. А вот пожрать, говорит, я могу сорваться. Какие-то внутри там вот установки работают в плане страха, да, что вот, а вдруг не получится именно, что без питания сложнее, да. Есть осознание того, что питание это сложно бросить, вот что. А со сном у меня такого нету. Я часто очень не спала. Я понимаю, что это шевитная железа. Я могла из-за неё не спать. Она так работает. То есть спишь, не спишь, вообще-то связано с гормонами шишковидной железы. Вот шишковидная железа, когда она очищена полностью, то сон легко регулируется. Ты можешь поспать, можешь не спать, да. И ты сейчас это ощущаешь, это классно. То есть произошло такое, тадам! Игра почистая. Вот. Тут, знаешь, Светик, спрашивали у тебя, добрый вечер, скажите для тех, кто не в курсе, что у вас сейчас происходит. Я думаю, что это, наверное, к тебе вопрос. Вот. Что у меня происходит? Ну, я, в принципе, наверное, сказала, что происходит. У меня с 14 марта я убрала еду и воду и минимизировала сон. Но сейчас он отключился. И вот пока я не кушаю, не пью, как мне говорят, насколько ты зашла, я не знаю, насколько я зашла. Но я вообще так думаю. У меня был 41 год, у меня был опыт питья, еды и спанья. Возможно, я сделаю себе опыт 41 года, когда я буду ни есть, ни пить и ни спать. А там посмотрим. Пока у меня нет никаких планок, я себе не ставлю вообще ничего. То есть я каждым днём настолько позволяю себе быть честной с самой собой. И от этого я получаю неимоверные эмоции. Вот даже взять то, что вот у нас сейчас в Краснодарском крае очень часто дожди шли. Сейчас вот как-то уже получше, слава богу. Вот. Дожди шли. А я очень люблю езду на велосипеде. То есть для меня это прям мой наркотик, от которого я не собираюсь отказываться, потому что мне кажется, что это классно. И вот дожди идут, 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 идут. А я понимаю, что мне вот в доме, мне не хватает воздуха. То есть мне вот прям распирает прям. Да, да. Похоже. И я так хочу поехать покататься на велосипеде. И я понимаю, ну как бы дождь, но дождь нехорошо. Потому что вот там и куча-куча отговорок. Потому что думаю, стоп, кому нехорошо. Но мне-то хочется. Да. Мне же, наверное, просто нужно быть просто аккуратно. Если я поеду по трассе, просто нужно аккуратно ехать. И всё. Я собралась, поехала на велосипеде в дождь. Но он такой был как бы не левень, но такой дождь. Это такое чувство, просто не уверена. Во-первых, это чувство кайфа, то, что я себе всё-таки разрешилась делать то, чего я до этого не делала. Потому что ну как бы на велосипеде в дождь не катаются. И во-вторых, когда вот это вот ты едешь, и вот эта вот свежесть, во-первых, всё начинает свисти. Вот эта вот красота, вот эта вот дождь, вот такое ощущение, что вот я какое-то как очищение. Это, конечно, неимоверно классно. И действительно всё начинает сбываться вот с такой вот силой. То есть я только подумала, что, думаю, блин, ребят бы как-нибудь посмотреть, надо бы как-нибудь приехать. Всё, мне Сашка пишет уже там на какой-то там день, там на следующий там или через день, мы к тебе собираемся ехать. Потом с ними поговорили, мне позвонила девочка с Ростова. Она говорит, вот я так-то, так-то, вот я люблю танцевать, я говорю, да надо дальше танцевать продолжать. Она говорит, вот и мне Настя сказала. Я думаю, блин, так давно с Настей не общалась. Думаю, надо позвонить. И мы как раз поехали в это время в Краснодар в ночь. Мы часто ездим, если куда-то ехать, то мы часто очень ездим в ночь. То есть мы до вечера детей контролируем, потом они ложатся спать. А так как мы не спим, в принципе, мы поехали уже по своим делам, съездили, как правило, под утро или днём уже мы на месте. И всё, и поехали в ночь в Краснодар. И едем, что-то такая скукотища какая-то. Я думаю, что-то как-то мне скучно. Вроде то неохота, то неохота. И Настя звонит. Я думаю, слушай, не поверишь. Говорю, вот только тебе сегодня думала, вспоминала, что надо позвонить. И мы с ней там проболтали. Ну, не знаю, сколько там, может быть, час, может быть, ещё что-то. Вот она как раз в Грузии сейчас находится. Тоже, ну, блин, классно, когда вот это вот сбывается всё просто на раз-два. То есть вот мы сейчас тоже планируем переезд. И планируем переезд. То есть сначала нам вот один вариант подворачивается, потом другой, потом сейчас уже вообще подворачиваются такие варианты, что уже ближе к морю. Я думаю, вот так, надо как-то немножечко притормозить и чётко сформировать своё желание, что ты хочешь. И я понимаю, что вот в этом состоянии, вот оно действительно, оно настолько быстро вот это вот всё реализуется. И это не волшебство. Это просто моя энергия высвобождается с каждым днём всё больше и больше. И когда я начинаю с каждым днём… Да. Больше всего позволяй. Да, да. И ещё когда я себе перестаю врать, то я хочу, потому что вот эти вот шаблоны. Лучше туда поехать для детей, там школа лучше, для детей там спорт лучше. Когда от этих шаблонов освобождаешься, что лучше для детей жить. Ни школы, ни секции. А лучше, когда они будут счастливы от чего-либо. И когда ты перестаёшь себе врать вот этим вот, то просто всё простраивается неимоверно. Просто вот такой поток идёт энергии. Это… Ну это классно. И я понимаю людей, которые находятся в автономии, почему они не хотят уходить с автономии. И почему они возвращаются снова и снова. Только я попрошу не путать автономию голодания. Потому что на автономию можно зайти с первых суток сухих, а голодать можно и 10 дней, и 40 дней, и 100 дней. И можно это просто голодать. Ты можешь не войти в автономию. Это тоже нужно учитывать. И кто хоть раз был в автономии, я думаю, таких очень много людей. Они меня точно поймут. Да, это такое состояние. Мне также в своё время, год назад, я не верила, что я могу жить в центре Москвы, что мы переедем. И оно как-то всё само по себе. Я почему-то стала уверена, что это моё. А почему я не могу там жить ближе к родственникам. И мне раз переехали родители в Подмосковье. Я в эту трассу, по этой трассе переезжать буду, делаем ремонт. И ремонт такой, который я там вот хочу, как мне приятно. Оно всё сформируется. И как только происходит зажор какой-то, то именно зажор, то есть зажор в плане воды. То есть я кокосовую воду с водой пью только сейчас. Для меня это еда. Как только я много выпью, у меня ребёнок плохо учится. Это понятно. Я понимаю, это не ребёнок виноват. Это я виновата от того, что я не такая чистая. Не позволяю течь энергии. Я не реализуюсь по максимуму даже в своих близких. И чтобы мои близкие реализовались по максимуму, мне нужно держать чистоту. Мне нужно над собой работать. И для меня это стимул такой определённый. И это реально работает. И я, допустим, шла. Здесь ребята спрашивали, да, как вы вышли. Вот, допустим, у меня само по себе всё отваливалось. Я не делала практики никакие. Но у меня было чётко. То есть 10 лет назад там 11 мяса, животное. Через полгода рыба отвалилась. Через 9 месяцев там молочка. Ну, грубо говоря, я веган 9 лет, наверное. Где-то так. Может, чуть больше, неважно. Ну, и потом... Через год я ушла на сыруху. Сырухи я подъедала варёное очень долго. Несколько лет. И на сыром я, наверное, на чистом сыром. Ну, года 4, наверное. А 2 года я на автономии. То есть я ем, не ем, ем, не ем. Вот. И, ну, шла на МОНа больше полугода, наверное, всего лишь 5 предметов у меня было. До этого я полтора-два года ничего не пила. И потом поняла, что я не хочу жевать. У меня вот... Ну, вот мне лень жевать. Я не хочу. Это прям, знаешь, жёшь, у меня прям будто челюсть такая. Знаешь, как такая вредная лошадь, упирающаяся, которая не хочет. Вот челюсть прям вот отказывает жевать. И тогда я поняла, ну, всё, значит, мне пора пить. Это были смузи. И у меня смузи лень было цедить. И я поняла, что для меня это соки. И вот с сентября у меня было немножко морковных, потом апельсиновых. Полгода апельсиновых. Ничего у меня не посерело, зубы у меня не отвалились. Вот. Я их чередовала с сухими. Вначале мне было сложно сухие делать. Я прям не могла напиться. Думаю, ну, и хрен с ним. Думаю, значит, так надо. И отпустила. А потом я поняла, что у меня запах, извиняюсь за подробности, появился аскорбиновой кислоты, когда ходишь по маленькому в туалет. Значит, передоз. Витамина С. По другим симптомам тоже глянула. Да, похоже на то. И я поняла, что нужно идти на кокос, потому что кокос – это белок. С белка легче выходить сухие. Как только кокос появился, все, у меня сразу пошли сухие дни, такие хорошие. Вот. Меня еще ребята приезжали, как раз спрашивали. Какие-то вот мои фишки, так скажем, да. Я могу сказать, что у меня был… Я тоже чистки, я не принимаю вообще. Я не могу… Ну, как бы чистки – это не мое. То есть у меня и организм, и психика отталкивают это. Может быть, если кому-то чистки заходят, чиститесь, пожалуйста. Я как бы не против, я не за. Я просто рассказываю свой опыт. И у меня бывает такое, что, например, на третий, на четвертый день очень хочется пить. Не есть не хочется, не выходить сухих не хочется, но вот пить хочется. И я знаю прекрасно, что когда я начинаю пить, я не могу напиться. Ну, это я так. И когда вот зашел разговор про эти чистки, я думаю, так может, у меня организм просит именно почиститься в этот момент. И я приняла для себя решение, то есть с этим всем я очень люблю там поразмыслить какие-нибудь там себе, неимоверные замки настроить. Я думаю, так, чтобы клетка не опухала, потому что как только попьёшь, эта клетка, ты можешь даже в туалет потом не сходить. У тебя это просто как в губку всё впитается. И чтобы этого не было, я решила себе заварить такой ядрёный полынь. Она же очень горькая, прям горечь-горечь неимоверная. Но ты её в обычном состоянии пить очень сложно. Но когда ты находишься на сухих, и ты хочешь попить, ты вот стакан вот этой вот полыни, ну, желательно там, чтобы он был не горячий, естественно, такой тёпленький к комнатной температуре, ты его выпиваешь залпом, потому что тебе хочется пить. Но после того, как ты его выпиваешь, во-первых, это как антипаразитарка идёт, после того, как у тебя что, вот это вот подгорело, оно всё выучищается. И клетка вот этой горечью, она ей не напитывается, то есть ты не отекаешь после полыни. Вот сколько ты её выпила, столько она у тебя и прошла через весь твой организм. Вот, это первое, что я лично на себе испытала, и что мне подсказало моё тело. Потом, что ещё могу сказать? Ещё вот когда на какой-то день, ну, у всех по-разному, в зависимости от организма, когда бывает такое, что уже сушит рот, и у тебя во рту полностью вот белый налёт, белый налёт, и у меня было такое, вот я чёртское чувство, у меня белого налёта как такового не было, но у меня было такое, что у меня как бы зубы прилипали друг к другу. И вроде как хочется почистить, а вот эту вот химическую пасту не хочется в рот, то есть вот состояние такое. И я ходила по магазину и смотрю гвоздику, то есть я никогда не пробовала гвоздику, чтобы там какие-то чаи заваривать, ещё что-то. Я как бы не травница в этом отношении. Но у нас организм настолько, видимо, вот я не знаю, какая-то генетическая память там, либо это вот, я не знаю, откуда это взялось, но мне прям захотелось этой гвоздики. Я даже не знала, если честно, как она выглядит внутри. И я её купила, там вот такие вот палочки маленькие. И вот это, да, да. И я её положила под язык и рассасла. Там потом я, конечно, прочитала, домой пришла, прочитала, что это такое. Там очень много эфирных масел. И когда ты её кладёшь под язык, тебе вот этой вот палочки хватает почти на час, чтобы её полностью рассосать. И за этот час у тебя очищается полностью, весь рот очищается, зубы, прям вот этот налёт уходит. И за счёт того, что ты её подсасываешь, как бы слюна выделяется. Сначала она такая как бы густая, а потом прям вот за счёт вот этих эфирных масел она очень приятная и свежая. И это для меня был такой выход. Ты как бы ничего не съела, ты вот рассосала эту палочку. И дальше идёшь, как бы мне вот хватило двух дней. То есть я не помню, на каком это дне было, но предположим, третий и четвёртый, да, вот третий и четвёртый я по одному разу это сделала и пошла дальше уже спокойно. То есть мне настолько это помогло. И ещё я пробовала вот эти вот два таких моих самых коронных способа, которые меня всегда выручали. Ну и ещё такое было у меня, что мне нужно было ехать куда-то, и у меня была очень жуткая слабость. Прям вот она… не хочется ни есть, ни пить, но ты понимаешь, что тебе нужно либо поесть и попить, потому что, ну вот просто ты ничего не можешь делать. Вот ты настолько вялый, что вот… Ты как сухой сок, да. Да, вот она прям вот такая вот прям апатия. Да. Вот. И я думаю, что у многих, кто в здоровом питании, у многих она дома есть. Гималайская соль розовая. Вот буквально вот этих вот кристалликов, ну, наверное, на каждый вес по-разному. Вот мне вот два кристаллика хватает. Я два кристаллика под язык положила, и буквально через 20 минут я уже была такая бодрячком. То есть, видимо, соль немножечко приостановила процессы ощущения. Натрий обезвоживания останавливает. Всё правильно. А гвоздика от грибов. На третий день чистится поджиудочная железа. Я просто всё это изучала и говорю, рассказываю. И я ещё употребляла зиру, потому что у меня почки. Так же, как у кого почки, мочи половая, берёте и рассасываете. Можно с вечера замочить. Соус сделать, кто ещё кушает для салатов, потолочь, да. Ну, вот так же зиру. Я прям ходила с зирой. Я прям по чуть-чуть ела. У меня в каждой сумке были пачки открытые. Этих палочек. Этих гвоздичек. Гвоздик, она не только чистится, надбеливает зубы. Ещё плюс ко всему, да. Эфирное масло, кто не хочет там сосать и так далее. Эфирное масло можно прям капать в жидкость себе. Кто пьёт. Но нужно такое пищевое. Я дотера, допустим, люблю. Когда дети болеют. Кто-то этот лизобакт. Я своим на ночь под язык гвоздику. И так же они выздоравливают. Вот. К утру же намного лучше, как будто ты всю ночь лечился. Вообще бактерии во рту развиваются раз в полчаса в геометрической прогрессии. Это научные данные такие. Раз в полчаса. Представляешь, как это много. Поэтому гвоздика, она очень долго и работает, на самом деле. Пока не будет вкуса, пока все эфирные масла не будут. Это так же, как и зира. Она тоже такая ядрёная. Это классный выход. Здорово. Ну а натрий, да, это бывает. Это у меня старше. Это такая эфирная помощь, наверное. Наверное. Даже когда человек нервный... Когда не хочет, не хочет сходить в сухих. Да. Когда гормональная система подвижна от нервной системы, у меня ребёнок старший, он не любит солёную пищу, но он ест соль именно крупинками, так правильнее даже. Он прям берёт эту соль и подсасывает. И он сразу живой, подвижный, активный, не такой пассивный, без депрессухи. Это реально работает. Вот. Ну расскажи, как ты пришла к неедению, да, через веганство. Сколько лет, вот народ спрашивал здесь, будет интересно. У нас ещё есть 15, наверное, минут 10-15. Вот. Что вы... Ну я в предыдущих эфирах, в принципе, рассказывала. Это есть, наверное, и у Кристины, и вот у нас Павел занимается канал «Автополстарт». Он тоже выкладывает наши ролики. Спасибо ему огромное за это. Да. Вот. Ну а так я пришла к этому через болезнь, и я астматик, с такими, на таких насильных гормонах я сидела. И после того, как от меня отказались врачи, я утром проснулась, изначально я проснулась сыроедом, потому что я понимала... Ну как проснулась? Я не засыпала. То есть я понимала, что если я усну, я уже не проснусь. Кто сидит на сильных гормонах, те меня поймут, потому что когда гормон ставишь, сильную дозу для человека, то очень сильно начинает работать как минимум сердце, тахикардия сильная. И ты понимаешь, что если вот передоз этого гормона, что скорее всего, если ты уснёшь, если будет глубокое дыхание, то ты уже не проснёшься. Да. Вот. Да, это вот первый мой шаг был в сыроедении. Я тогда пошла в сыроедение, это было лет 9 назад, по-моему. Поэтому в сыроедение я ушла, и я знала, что можно 3 дня сухих делать. Я их просто ждала каждую неделю. Раз в неделю я делала 3 дня сухих. Конечно, у меня родственники очень переживали, потому что говорили, что я очень худая, что я скоро умру с таким весом. А у меня ещё рост до 1,58 м. Сейчас, кстати, 1,60 м на 2 см я вытянулась. Вытянулась. Вот. Вот. Поэтому это смотрелось как бы, да, как вообще подросток-подросток такой. Вот. И когда у меня второй приступ был уже через несколько лет, то есть я сыроедила, очень долго сыроедила, потом я ввела в варёнку, вроде как всё хорошо было. И когда ввела в варёнку, опять начал набираться вес, опять начало питание другое, образ жизни другой. И у меня случился ещё один очень такой тяжёлый приступ, после которого врачи, они даже не выехали, они спросили, сколько и чего я себе поставила. А я объясню, что я была уже на… как бы я уже настолько болела астмой, что я сама себе могу ставить внутривенные уколы. Вот. Я знаю все пропорции, я знаю все дозы, я знаю все лекарства, все гормоны, которые ставятся астматиком. Вот. То есть я до больницы не доезжала, как правило, потому что это очень долго, и я знала, что я не всегда могу как бы дожить до скорой. Вот. И вот второй как раз у меня приступ был, и врачи меня спросили, они уже знали, я несколько лет на одном месте жила, скорая уже знала, что по этому адресу живёт какой-то астматик. И они меня спросили, сколько чего ты поставила, я им сказала, то-то, то-то, какие улучшения, никаких. И они мне сказали, они говорят, знаешь что, моя дорогая, мы что приедем, мы тебя забрать не заберём, и тебе уже ничего не поставим, у тебя всё превышено уже. Приехать зафиксировать твою смерть, и мы потом рапорты будем писать. И, конечно, для меня это был шок, но сейчас я понимаю, что это, наверное, было моё спасение. Я поняла опять, что мне нужно срочно выходить на такое жёсткое сыроедение. Я вышла вот на жёсткое сыроедение. Меня немножечко отпустило. Я за этот день нашла ролики Насти. Вот не ролики, а ролик. У неё тогда был один ролик, единственный, где она, по-моему, то ли в Тае, то ли ещё где-то, вот она первый свой ролик снимала, как раз её, по-моему, Наталья Радова снимала, если не ошибаюсь. На моей езде тогда ещё, да. Да-да-да. И вот она тогда, вот этот ролик, и почему-то вот мне он так срезонировал, то есть я думаю, ну как бы, а что терять-то? И с ней я взяла консультацию. Это было то ли 30 декабря, то ли 31 декабря. Что-то такое, что перед Новым годом. И мы с ней поговорили, и когда я узнала от неё, что можно, оказывается, в принципе не кушать, я тогда вот первый раз вот осознанно вышла на 9 дней сухих, потому что я уже говорила, что неосознанно я до этого была 3,5 месяца на сухих, когда у меня была вторая беременность, у меня был очень сильный токсикоз, и токсикоз был от всего, даже если я понюхаю еду. И поэтому я просто перестала говорить родственникам, что я не ем, чтобы их не беспокоить, чтобы они не переживали за меня. И я тогда убрала еду, и уже потом, наверное, когда у меня пошёл второй триместр, мне уже врач говорит, ну ты как бы не прибавляешь. Я причём и не убавляла в весе. То есть вот я какая была, такая была. У меня животик рос, но у меня вес не уходил. И она говорит, ну что-то странно, вроде как уже 3,5 месяца, уже почти 4 месяца, а у тебя вес не приходит. Давай-ка ты ляжешь в больницу. И тогда я как бы понимаю, что у меня вот этот вот страх на меня опять накатил. Я же как бы ответственная для ребёнка, да всё такое. Я думаю, надо, наверное, покушать. Вот, я с ней сейчас, пожалуйста. И вот тогда я начала опять в себя пихать, но, наверное, я недели за две себя приучила по новой езде. Вот тогда у меня был такой опыт именно через токсикоз, вот такой первый длительный срок. А самый-самый первый, когда я помню, это я уже говорила, это мне было 8 лет. Я была, меня отправили лечиться в санаторий, и в санаторий я там заболела. Меня положили в лазарет, а там был лазарет на две кровати, со мной лежала девочка, её на следующий день выписали. И мне она оставила вот такую вот игрушку, буратино, плоский буратино, там у него ручки, ножки, там вот так вот, но для ребёнка новая игрушка, то есть я ей увлеклась. А там особо на нас не смотрели, то есть её выписали на следующий день, мне там ставили еду, ставили, забирали, ставили, забирали. Я была увлечена новой игрушкой, я даже не подходила туда. Я не пила, не ела. Вот, и через 8, через 9 дней мне как бы сказали, маме говорит, ну как бы вы её забирайте, мы не собираемся нести ответственность, ребёнок ничего не ест. Это был тоже вот такой вот опыт, 8 лет, который я помню. Вот, а так, да, за счёт болезни я вот это вот нашёл, за счёт болезни я вышла на автономию. Получается, 3,5 года, вот я вот в практике, у меня разные были периоды, то у меня постоянно, то есть я иногда была в каскадах, то есть я день ем, день не ем, два дня ем, два не ем, то есть у меня разные каскады были, вот такими каскадами я баловалась. Бывало по полгода, по году, то есть у меня чёткий, у меня прям график висел. Потом просто начала выходить, а потом я просто посчитала, что ну как бы у меня психика готова, как бы почему не попробовать такой опыт. Насколько? Не знаю. Как оно будет? Не знаю. Но пока хорошо, пока здорово, пока если есть какие-то вопросы, я с удовольствием делюсь. Вот, но некоторые вопросы, с которыми обращаются люди, я понимаю, что за час я их не смогу проконсультировать. Да. Я понимаю, что их нужно вести, вот как вот делают некоторые люди, вот марафоны, например. Эти марафоны действительно тем людям, которые хотят выйти по каким-то своим причинам, а у некоторых действительно есть причины выйти вот в неедение, либо в сыроедение, либо в малоедение, в сокопитие, неважно, во что, по каким-то своим причинам действительно у них есть, но самостоятельно они с этим справиться не могут по какой-то причине. И это классно, что те ребята, которые есть, они проводят эти вот марафоны. Вот, меня тоже спросили, будете ли вы с Кристиной проводить марафоны? Но если, я думаю, что если будет запрос, то, наверное, тоже будем проводить, как бы был бы запрос, а там уже время, я думаю, найдём. Ну да, мой сегодня тридцатый день, просто вот, ну, блин, вообще ни с чем не сравнить. Я именно пошла, сейчас считается же страстная неделя, я обычно раньше соблюдала всё это, подумала, ну, для меня соблюдение, которое иногда то пьёт, то не пьёт, да, и то один вид, это сок этого плода кокосового, подумала, что лучше всего будет отказ. И как-то оно само по себе. И это реально работает голова. То есть всё это от головы. По-другому не могу сказать. Потому что я всегда, хоть ешь, хоть не ешь, но всегда у меня вес приходил или уходил от психического состояния. Это чётко прослеживалось у меня с детства. Вот, но у меня как бы основная задача это выровнять мои кости. То есть мне объясню, у меня копчик не просто, как у всех людей, вот так вот, а он мне загнут был вот так вот. То есть у него конец торчал вовнутрь. Сейчас я выпрямила у меня вот так вот. Я уже залажу через таз, и я ощущаю кончик. И он у меня раскрывается дальше. То есть я работаю с костями, и всё, что я себе сделала, четыре крыши, там, две протрузии, там, бла-бла-бла, куча испорченных органов. Но самое основное, это вот щитовидка, узлы, которые были сантиметровые под операцию. Я их хранила, берегла долго, но потом решила с ними расстаться. И для меня сухие дни – это выход. Но долгие сухие я не могла делать, мне легче было жидкостями идти, потому что психика моя, она не выдерживала. Я чувствовала накал страхов, установок, и я это поэтому делаю плавно. То есть у меня такая внутренняя. Ну и плюс ко всему я эмпат по натуре, энергопрактик. Я когда общаюсь с человеком, я чувствую человека. Мне с детства было сложно определить, моё это или не моё. И вот только с возрастом я научилась работать как энергопрактик. У меня глубокие медитации. И я работаю сейчас с людьми, и я когда работаю с человеком, я понимаю, у тебя сейчас вот здесь болит, я чувствую на себе это. А сейчас я тебе работаю и это. Я понимаю, куда нажать, потому что я понимаю, что у него не просто вижу это, а я чувствую на себе это. И когда я добиваюсь того, чтобы меня отпустило вместе с ним. И вот эта особенность определённая очень долго давала зависимость от страхов. То есть я точно так же, когда я вышла на сыроедение, мне муж куда тебе группу закажу. Там, допустим, когда свекровь узнала, сказала, ты умрёшь, у тебя откажут органы, дети останутся одни. Пожалуйста, начни есть. Я говорю, ну хорошо, я буду есть, я сказала, но сама я шла в свои практики. Вот это интересно. И потом я уже поняла, что это просто от внутреннего неуверенности это отвлек у людей такой идёт. Да. Вот. Я боюсь, что эфир скоро закончится уже. Вот. Думаю, что нужно это всё заканчивать. Заканчиваем. Ребят, если видите, заранее пишите вопросы, чтобы мы могли отвечать на вопросы тоже. Потому что вот я, если честно, кто что пишет, я вообще ничего не вижу. Потому что у меня всё на лице, на белом фоне. А я вот всё, что могла, прочитала. Всё, что есть, да. Добрый вечер, Баку. И потом два вопроса основных. Сказали классно, спасибо. Пожалуйста. Вот. Настюшка у нас здесь присоединилась. Настюшка, пока. О, привет. Пока, да. Вот. В общем, такие дела. О, Настюшка сердечко прислала. Я тебя перевожу. Всё, давай, сохраняй тогда эфир. Ребят, приходи в вторник. Восемь вечера также будет эфир. Обязательно. Пишите вопросы. Мы все разные. И, собирая по ниточку, да, это называется проявлять свою креативность в психологии. Из разного опыта мы строим свой опыт, тот, который ни на что не похожий. Это такое внутреннее классное состояние, когда ты делаешь себя сам. И ты этим зажигаешься, и ты становишься сильнее. Вот. Это очень важно почувствовать. Поэтому спрашивайтесь любые вопросы вообще. А там мы разберёмся уже. Всё. Всем спасибо, ребята. Спасибо. Давайте. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok